Девушки отдыхают Здесь легко найти представителя любой нации нашей планеты. И не только среди людей, но и среди автомобилей. А вот выбрать подарок на день рождения подруги совсем непросто. С этим я сейчас попытаюсь справиться. Как мне сделать день именинницы незабываемым? Подарить что-то яркое и красивое? А может быть полезное в быту или на работе? Нет, это слишком обыденно. А в праздник хочется чего-то особенного. У кого-то вот тоже праздник. Люди разъезжают на лимузинах. Точно. А почему бы и нам не прокатиться? Ведь лимузин на день рождения – замечательный подарок. Так, решено. План у меня простой. Выберу в недрах сети интернет одну из компаний, которая предлагает услуги по аренде лимузина. Хотя лимузины тоже бывают разные, но я думаю, с выбором мне помогут. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Настя. Алексей. Очень приятно, Алексей. У моей подруги сегодня день рождения, и я хотела бы взять в аренду лимузинки. Поздравляю, вы пришли в правильное место. Могу предложить разные модели. Что именно вас интересует? Я надеялась, что вы мне что-нибудь посоветуете. Пожалуйста, пройдемте, я вам покажу. Давайте. Скажите, а какие автомобильные компании производят лимузины? Лимузины, в принципе, можно произвести из любого автомобиля. Это отдельные компании, которые занимаются именно этим. Получают любой автомобиль на заказ и делают из него длинный лимузин. Скажите, а какие самые распространенные марки лимузинов в Америке? Lincoln Town Car, Chrysler модели 300 и несколько моделей марки Ford. Классический лимузин – просто удлиненная версия седана с дополнительными боковыми стеклами. А вот это уже современное его воплощение. Такой автомобиль по-английски называется Stretch, то есть вытянутый, за счет встроенной в кузов секции между передними и задними дверьми. Сделать лимузин могут только на заказ, но из машины практически любой марки – Chrysler, Ford, Lincoln и даже Jaguar. И любого цвета. Только клиенты почему-то предпочитают черно-белую классику. Для чего чаще всего заказывают именно белые автомобили? Ну, чаще всего такой автомобиль закажут для свадеб, для девичников, для 16-летия. Здесь это распространено. Девочек. Ну и так погулять. Суббота, воскресенье, пятницу по городу. Скажите, а какие технические характеристики должны быть у автомобилей такого класса? А давайте я вам покажу. Давайте. Интересно посмотреть, что под капотом этого автомобиля, что в кабине водителя. Но самое любопытное, я думаю, в пассажирском салоне. Ничего, и туда доберемся. Знаете, Настя, именно в этой машине стоит мотор марки Hemi 5,7 литров, 8 цилиндров. Очень сильные моторы, которые ставятся не на все Chrysler модели 300. Именно большинство лимузинов, сделанных из моделей Chrysler 300, стоит такой мотор. Мотор Hemi позволяет этой машине иметь 340 лошадиных сил. В отличие от 6-цилиндровых и даже 8-цилиндровых, не типа Hemi. Какую скорость может развивать этот автомобиль? Эта машина может развивать скорости до 260 км в час. Но, конечно же, ее любят не за ее скорость, а за то, что есть внутри. Пойдемте, я вам покажу. Пойдем. Звучит убедительно. Только мы ведь на таком авто даже на трассу не поедем. А по городу Нью-Йорку ограничение скорости 30 миль в час или 48 км в час. И прокатиться с ветерком вряд ли удастся. Да и не нужно. На таком автомобиле нужно ехать медленно. Чтобы дать возможность жителям и гостям Большого Яблока сделать исторические снимки. Кстати, пешеходы через дорогу здесь переходят не спеша. И не обращают внимания на свет светофора. А в Америке на дороге пешеход всегда прав. Так что двигаемся не торопясь. Чтобы на других посмотреть и главное себя показать. На спидометре 30 остальное в уме. И что же здесь есть для удобства водителя? Для удобства водителя есть очень многое. Начнем с сидения. Очень-очень удобное сидение. Которое может принимать очень много разных позиций. В зависимости от высоты водителя. От конечно же ширины. Можно регулировать руль. Можно регулировать педали на руле. Очень много контролей. Можно контролировать скорость. Можно контролировать сколько бензина. В комплекте этой машины идет компьютер. Который может сказать вам о давлении в покрышках. Кроме этого, Настя, компьютер вам покажет скорость. Сколько бензина вам осталось. До следующей заправки. Есть, конечно, компас и очень много других функций. Включая температуру воздуха внутри машины и снаружи. Настоящая машина класса люкс. Конечно. Даже есть навигация. Встроенная уже. Встроенная навигация. Шесть дисков. Играет mp3. Обычно в профессионально построенных лимузинах два аккумулятора. Один центральный для завода и для функционирования механики машины. Второй аккумулятор для салона и вспомогательный. Здесь есть такая кнопочка. Называется батарея. Если центральный аккумулятор вышел из строя, можно нажать эту кнопку. Вспомогательный аккумулятор примет роль центрального аккумулятора и машина заведется. Контроль заднего салона производится отсюда. То есть можно включить, можно выключить. Когда салон включен, контролировать можно кондиционер или печку. Радио. Включить, выключить. Интеркам для переговоров водителя с клиентами. И разделитель. Что называется партишн. Его можно открыть, закрыть или заблокировать. Эти две кнопки контролируют автоматически зеркало. То есть если сзади едет машина с дальним светом, зеркало автоматически становится темным, чтобы дальний свет не осветил и не мешал глазам водителя. Это во-первых. Эти две кнопки контролируют мобильный телефон. То есть здесь есть система Bluetooth, которая позволяет водителю подключить его мобильный телефон к системе машины. И водитель физически не должен доставать телефон из кармана. Машина ему будет говорить, какой телефон звонит, какой номер. При некоторых случаях даже имя того, кто звонит, если он есть у вас в адресной книжке. Можно звонить, делать звонки и брать трубку отсюда. То есть колонки машины становятся громкоговорителем вашего телефона. И здесь есть маленький микрофончик, который становится микрофоном. В общем, получается, все, что сделано для удобства водителя в этом автомобиле, сделано для безопасности пассажиров. Да, Настя. Безопасность пассажиров – это наше кредо. Тогда посмотрим, как они у вас там живут. Пойдемте. И откуда такое название? Лимузин. По одной из версий, в первом Лима, построенном в 1902 году, пассажирское отделение снаружи по форме было похоже на капюшон от плаща пастуха из французской провинции Лимузин. А по другой версии, все из-за того, что первые шоферы таких машин носили плащи, как те самые лимузинские пастухи. На мой же взгляд, у этой машины с пастухами нет ничего общего. Что же здесь есть для комфорта пассажиров? Для комфорта пассажиров здесь есть все. Начнем с зеркал. Для наваждения марокета. Есть подлокотник. Место для стаканов с подставочкой. Эту машину может заказать любой человек для любых мероприятий. То есть, если вы хотите даже детей возить, пожалуйста, есть крючки для крепления детских сиденек. Для взрослых. Стаканчики для алкоголя. Или для соков. Света много. Можно регулировать отдельно потолок. Можно регулировать бар. Можно регулировать пол. И, конечно же, звездное небо. Звездное небо. Для тех, кому скучно, могут смотреть телевидение, могут смотреть диски DVD, могут слушать музыку. Сидения именно в этой машине. Кожаные, из чистой кожи. Рисунок, в принципе, по заказу. Заказать рисунок можно любой. Здесь вы, как видите, рисунок волны. Такой лимузин вмещает до 10 человек. И очень часто довольно большая компания отправляется на увеселительную поездку. Время в пути зависит от толщины кошельков. Аренда такого роскошного средства передвижения – как минимум 200 долларов в час. Посмотрю-ка я на другие ценовые варианты. Прекрасная машина. А какие технические характеристики у этого автомобиля? Значит, мотор здесь 8-тилиндровый. Объем 4,6 литров. Лошадиные силы намного меньше, чем в Крайслере. Это будет 237 лошадиных сил. Скажите, а внутри Линкольн сильно отличается от Крайслера? Отличия есть, но они небольшие. Производитель, в принципе, другой. Но условия для комфорта клиента одни и те же. Хорошо бы порулить, потрогать руками историю. Линкольн – машина не просто статусная, президентская. На Линкольнах больше полувека возили глав американского государства. Правда, нынешний президент, Барак Обама, в личное владение предпочел не пафосный, а концептуальный автомобиль, который должен свидетельствовать не о его положении в обществе, а о его взглядах на развитие этого общества. Обама облюбовал Ford Escape Hybrid. Говорят, не дешевле президентского лимузина. Хотя на официальный выезд он просто обязан приехать на лимузине. И сегодня это уже не Линкольн, а Кадиллак, сделанный специально на заказ. Мне же хочется отдать дань заслуженному транспортному средству – прокатиться на классическом авто. Машина достаточно мягкая. То есть мягкость движения машины в большинстве зависит от водителя. При постройке машины производитель меняет задние и передние амортизаторы на более усиленные, более мягкие. Сзади здесь стоят воздушные амортизаторы, воздушные подушки. Поэтому машина очень-очень мягкая. И при поворотах, конечно же, в зависимости от водителя, пассажир никогда никуда не улетит. Чтобы водить этот автомобиль в Нью-Йорке, нужно иметь специальное водительское удостоверение? Да, нужно специальное водительское удостоверение. Оно называется TLC. Я за руль не сяду. Трудно привыкнуть, что у тебя сзади болтается 5-метровый хвост. Обязательно задену кого-нибудь на повороте. Не мой размер. Хотя, на всякий случай, надо выяснить у моего знакомого адвоката, кто и при каких условиях может таким чудом управлять. В принципе, чтобы управлять автомобилем типа лимузин, никаких специальных прав не нужно. Достаточно обычных водительских прав, поскольку это обычные легковые машины. Обычно люди такие машины для себя не покупают, а покупают с коммерческими целями для, в общем-то, извоза. И в таком случае, таки да, нужны специальные права. Эти права называются TLC. Это аббревиатура. Означает Taxi Limo Car Service. Это три основных вида перевозочных услуг. Такси — это обычное такси, которое можно остановить с махом руки. А Car Service — это услуги по перевозкам. То есть в каждом райончике есть одна или несколько таких компаний по перевозкам, которые называются Car Service. Это, в принципе, достаточно большие машины, чтобы было удобно перевозить людей. Иногда это микроавтобусы. Телефоны таких компаний можно найти в справочниках. Туда можно позвонить, узнать, сколько будет стоить переезд с одного места в другое. Они вам скажут, учитывая возможные толы, то есть платные дороги, туннели, мосты. И вы заранее будете знать, сколько вам будет стоить такой переезд. Limo, лимузины — это сервис, похожий на Car Service. А стоит только разница, что это вариант, который более лакшери, более люксовый вариант. Он более дорогой. Специальные права класса TLC нужны для перевозки людей, а не для управления машинами, типа лимузин, включая удлиненные. Я думаю, что скорость, которая развивает этот лимузин, для нас сегодня не очень важна. Мы будем кататься в Манхэттене. А вот то, что это Линкольн, очень интересно посмотреть, что у него внутри. Иногда мне кажется, что лимузин — это тупиковая ветвь не менее тупикового развития американского автопрома. Но не будем о грустном, в такой праздничный день. Выбор подарка у нас практически безграничный. Можно взять на прокат лимузин любой марки. Обычно это определяется стилем предстоящего выезда в свет. Но в моих планах просто весело провести время с подружкой. По карману и комфорту меня Линкольн устраивает вполне. Нет. Представить себя на месте первой леди США, где-нибудь в середине 20 века, интересно. Просто машина времени получается. Оценит ли мою идею подруга? Еще вопрос. Но лимузин в подарок ей еще точно никто никогда не дарил. Итак, лимузин уже в кустах. Поехали. Лимузин в подарок.